2. Но чтобы убедиться тебе, что это действительно так, посмотри, как некто другой, первым исповедов, грех загладил его. Обратимся к Давиду, пророку и царю. Впрочем, я охотнее называю его по пророчеству, так как царство его простиралось на Палестину, а пророчество — до пределов Вселенной. Царство разрушилось в короткое время, а пророчество приносит вечные глаголы. Лучше пусть солнце померкнет, чем слова Давида предадутся забвению. Он впал в прелюбодеяние и убийство. Он увидел, — говорит Писание, — моющуюся красивую женщину и возгорелся к ней любовью. Потом свои помыслы привел в исполнение. И вот пророк в прелюбодеянии. Драгоценный перл в грязи. Но он еще не сознавал, что согрешил, так был усыплен страстью. Когда правящий колесницей не трезв, то и колесница несется беспорядочно, а колесницей, правящей ею, то же, что наше тело и душа. Если душа омрачена, то и тело погрязает в нечистоте. Доколе правящий колесницей стоит твердо, да то ли и колесница бежит хорошо. Но когда он теряет силы и не может править вожжами, тогда и самая колесница является в самом худом положении. Так бывает и с человеком. Доколе душа трезва и бодра, да то ли само тело пребывает в чистоте. А когда душа омрачена, тогда и само тело погрязает в нечистоте и сладострасти. Что же Давид? Совершил прелюбодеяние, но он не сознавал этого и ни от кого не был обличаем. Притом совершил это в глубокой старости, дабы знал ты, что если будешь беспечен, то и старость не принесет тебе пользы. И наоборот, если будешь рочителен, то и юность не может повредить тебе. Нет возраста доброй нравы, но от душевного расположения добрые дела. Вот Даниил был только двенадцати лет и судил. А старцы были преклонных лет и замыслили прелюбодеяние. И как последним не принесла пользы старость, так первому не повредила юность. И чтобы ты узнал, что дела целомудрия зависят не от возраста, но от душевного расположения, Вот Давид уже в старости впал в прелюбодеяние, совершил убийство и был в таком состоянии, что и сам не знал, что он согрешил, так как управитель, ум, был упоен невоздержанием. Что же Бог? Посылает к нему Нафана пророка. Пророк приходит к пророку. Так бывает и с врачами. Когда врач сделается болен, тогда нуждается он в другом враче. То же самое и здесь. Пророк согрешил. Пророк же принес и врачество. И так приходит к нему Нафан, и не тотчас, как переступил порок, обличает его, не говорит, беззаконник, непотребный, прелюбодей и убийца. Столько почести получил ты от Бога и попрал заповеди его. Ничего такого не сказал Нафан, дабы не сделать его бесстыдным, потому что оглашение грехов вызывает согрешившего на бесстыдство. Итак, Нафан приходит к Давиду и сплетает рассказ о тяжебном деле. Что же говорит? Царь, у меня есть к тебе жалоба. Был человек богатый и был другой бедный. У богатого были стада и много волов. А бедный имел только одну агницу, которая пила из его чаши, ела от стола его и спала на груди у него. Здесь пророк указывает на любовь мужа к жене. Но пришел к богатому один гость, и он пожалел своего и взял овцу бедного и заколол ее. Видишь, как Нафан здесь сплетает рассказ, скрывая нож под губкою? Что же царь? Думая, что осуждает другого, он тотчас же произнес приговор. Таковы люди. Против других они охотно и быстро составляют и произносят приговоры. И что же говорит Давид? Жив Господь. Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо. А что Нафан? Он не стал долго смягчать рану, но тотчас открывает ее и весьма быстро разрезывает, чтобы не уменьшить чувство боли. — Это ты, царь. — Что же говорит царь? — Согрешил я перед Господом. Не сказал, кто ты такой, что обличаешь меня, кто послал тебя так смело говорить, как ты дерзнул сделать это. Ничего такого не сказал. Но сознал грех и сказал, согрешил я перед Господом. — Что же Нафан к нему? — Господь снял с тебя грех твой. — Ты сам осудил себя. Я освобождаю тебя от осуждения. Ты принес искреннее признание и загладил грех. Ты сам подверг себя осуждению. Я уничтожил приговор. Видишь, как исполнилось слово Писания? Говори ты беззаконие своей первым, чтобы оправдаться. Какой это труд — сказать первому свой грех? Звучит название потом. Продолжение следует...